всем привет с вами свои варианты бесконечно летом вот под названием холодное объятие проходить рут вики века проходите рут вику как говорится как написан ну наверняка кто-то подписался то подписан группе группе в к холодным объятиям что уже знаю что вышел четвертый день но так как я так сказать не знаю самого персонажа вики так что мне приходится придется самого начала идти со 2 2 дня до нового дня потому что надо же получу за персонажа чем просто блять пойти и за что-то день как ты никуда не знаю что она такая что-то плечо от нее надо все это максимально вот чумку сказать сейчас будем еще помочь придем 2 3 4 день потому что рута начинается как раз третьего дня от шопа утипить и на третий день нужно конечно говоря мостом не немножко повозиться с планом выборами как говорится я вот чаще скажу денис денис из ты смотришь это видео из я хочу сказать я реально хочу сказать но не могу убери пожалуйста эту музыку которая стоит на главном видео когда появляется с арт с машей это музыку я ненавижу больше всего она меня бесит самого почти и уже каждого года он не бесит ну что когда проходил тот земли лет эта музыка была это будет не раздражала некоторых моментов как говорится она так не будем сейчас останавливаться будем по сейчас проходить вот так сказать немножко по снимаю дата момент который нужно будет подниматься начнем яркий солнечный локон лёг на мои глаза предназнамевая начало нового дня признаю чуть по ел же 6 окутался под сильнее водяло прячь и глаза от на зло его солнце но мой организм был таков если что-то его разбудила то он не уснет при открытым глазами смотрел стен на стену первое утро в лагере вчера столько все произошло только один день прошел а ужин ознакомился вдовой с кем-то нормально удавалось с кем-то пришлось поближе знакомиться таскать интересно приз 1 я доволен не может вставать давай дима давай вставай солнце зашел я сова да хоть петух график сам себя не выполнит это поевой я смачно земной и потянулся она уже одет одеться успела либо она в армии служил либо я проспал но я не гриша переживать по такому не стану кстати марина владимировна можно я переоденусь а я мешаю она стоит что ли знаете ли я это как бы стесняешь меня с улыбка на подтвердил мои намерения а затем покинула домик хихикнув напоследок были странно на тон не маленько подобного пионера то хоть посмотри как я переодеваюсь вы что как педагогическом преподавание я я в дел ноги в шорты и накинул рубаху достал расческу расчесал непослушный лохот лохмотья потом взял мой на рынок и направился к мумаником я вкрутил воду на максимум ему лицо а после намочил зубную пасту принялся чистить зубы наблюдая за природой лагия перебывал полус в полусонном состоянии находясь под солнечным водопадом схода жалором завидной бодростью запивала к заливала круг утренней сольные оперы а другие птички на деревьях подпевали я получил эстетическое удовольствие от данной программы которую крутил окружающими затем подходе увидел катю она по сей видимости тоже придала значение моему присутствию наоборот а как спалось света втручную ответил я не вынимая щетки затем вытащил спросил а как тебе сплоть тоже отлично мы засмеялись затем явился denis кати как-то не дави доверитель не доверите посмотрел на него недоверчиво может быть о привет я пожал руку привет мы помирились а как же мы мужчины не обижаемся друг друг на друга по пустякам ну да мы бьем до друга речи тепо торчи и в ничем это хорошо чтобы помирились помирились даже не ссорились мы даже не ссорились так просто поебала дали закончить приведите в порядок я закинула плечом полотенце ну мне пора служба зовет и покинул умывальники летящий поход кровать меня манила сильно так тяну подремать хотя бы чуть-чуть правда мне устроить пропилена она потом спать не захочу надолго грозно захнув решилась уйти оставив мыльные принадлежности брить чуть не забыл найдя на спинке кровати гаусса гиза завязал его и вышел из домика стройные ряды пионеров нашу отелю стремились нашедшую перед нами вожатую я подружил денис и саша и тут же подбежал криша и савряда со мной обменявшись рукопожатием денис решил начать диалог здорово привет салют дима гриша не хотите с нами на задание садить что-то мне интересно их и задание если не я пас а меня за не рисовала подарю не скажу за столом я обернулся следующий раз не задерживайтесь помахала на указательным пальцем после отметил всех кто присутствовал она стал ходить вокруг да ока притоптывая ногой ну дома пора начинать начнем со следующей новости она остановилась посмотрела на нас кто-то из вас воровал деньги в институте в нам корпусе а тот перебегнулся между собой я повернул голову нам вожатую целью задать вопрос извините когда пропажа была обнаружена перед линейкой сумма пропажи составлять 100 рублей мы еще раз переименуясь по мимике пионер был понятно что они сильно удивлены видимо только 100 своровал бессмертен гриша явно сказал то столика иронии однако никто на него даже не обратил ним должно внимание человек который своровал деньги ничего не будет мы закроем на это глаза уловка они рассчитывают что кто-то поздно осознается в преступлении не думаю что пристой не хочет подписать бессмертный приговор она глубоко вздохнула деньги еще можно вернуть тому кто найдет деньги обеспечен гарантированный приз адрес снова перебегнулся между собой но уже с огнем в глазах и что они все так заверись из-за этих проклятых старого рейки но не думайте что вы будете весь день так искать их она пошел улыбнулась тут он начал говорить планировка сегодняшний день как плохо ворвать деньги начала затирать про товарищество также сегодня будет кино какой кино да права спиннеров в рядах пошел голговор все ночи гадать какое кино будет показывать пожарность улыбка посмотрел на отряд хоть какой интерес у меня разбудить если читать пропаж денег если пойдет нормально то у них не будет кто про как и кто смотрю мое видео кто проходил сам еще доктор за не всегда на завтрак серийными столовой им было бы им было без разницы в настроении на воздух и вожатый она не пора не ведь наша база вызывала я последую глубину салон и пошел в сторону столовой смотри по на портач на задание как обычно скалому в спину не узнать не слышал у него вот теперь я остался один не совсем ко мне подошел на осте привет охотник она дырил меня теплые приятные улыбкой привет я логнулся и в ответ куда-то наш герой любовник ушел его одесса какое-то задание вызвал то все понятно просто учат друг от друга ни на шаг не отходили как штаб все старой пунктой кстати когда я шел книжка давать то увидел что дружить твои библиотеки завтрак и это так на всякий случай понятно все про какую девочку затирал тот библиотечный очкозавр его девочка вот ты лось хитрый это его дело я в чужие отношения не лез никогда она скрестил руки взглянул ко мне душу что такое вижу дело замышляешь могу я тебе в этом помочь а мы точно об этом об одном и том же думаем хочешь расскажу что так громко-то давай после завтрака встретимся и обсудим все хорошо самое смешное почему-то я делал так что-то громко отказалась вот и все я зашел в столовую как всегда шум и гамма говорящих пионеров приятный запах еды и дуча тарелок этих самых пионеров где тут свобода место то есть я начал искать место куда бы можно было приземлиться спокойно поесть глазах мне попалось несколько мест вот они 7 мест несколько мест нам нужно к вики как мы заведем вику одиноко сидевший за столиком поехали дон джуар димон мы решили сажусь к вики принеслось моей голове я свою порцию маны каша хлеб с маслом и напитка из какого я направился в столику вики привет можно привет конечно я подсел за столик вики подчеркнув на ложку кашу я положил ее себе в рот такая вкусная но есть можно промыкнул мысль в голове а после тут же отправил новую порцию бороздить с деткой желудка как все чувствуешь на огонь остановишь и жевать я проведи воспоминания прошлого дня а после ответил да вроде нормально ты падешь кино спросил я подчеркнув одну ложку каши с тобой в общем явно не ожидал что такого просто покраснел кумкая всю логическую цепочку у себя в голове конечно пойду а ты я вздохнула внуши ответе я тоже выдержав паузу века сказала если хочешь ну и с тобой пойти на и лице проскочила легкая коварная ухмылка от которой они невольно расплылся прям так сразу можно и со мной ты чего лишь пошутил века тихо засмеялась прикрывая рот ладошкой а после подобного сказала ты мне уже за этих принял и снова хитрюще взгляд снова она играется со мной словно кукловодцы своей куклы нет конечно и у нее это прекрасно получилось вроде появилась скверно чувство пуската захотелось провалиться под эту старенькую по шапорную плитку я бы просто не отказался сходить с тобой за компанию я думаю что она посмеется и скажет что-то вроде кому ты нужен но крайне против она снова умнулась а какой будет жанр у фильма или ты не знаешь конечно нет я какой будет интерес если все станет понятно тогда века задумалась катя точно знает она все-таки помощниц вожатой я просто промолчала продолжу плитать еду тихо когда я всю порцию я встал из-за стола ладно и как пойду я спасибо что составами компанию да не за что увидимся последний раз увидев на ее лице сияние застыл но тут же отогна все похабные мысли вооружившись под нос грязную посуду я оставил на столе где находились себе подобный плачев вышел из здания столовой человек я вышел слой нас тоже доме на скамейке она стала подошел ко мне что надумал ну не тут же говорить на себя задумалась пойдем ко мне там и обсудим а то есть не будет зажать да и наверно нет дома пойдем теперь у нас есть штаб где мы можем поговорить в наш план не сказками нас сбежал дом поставив стаканом стол она нашла термос и развивать чай по ним глянь какая хозяюшка к я с улыбкой она тихо посмеялась ну что же ну что же ты стоишь проходи садить у нас как никак спецзадание печенье хочешь повыска глазами по комнате я взял стул и стил за стол от пив немного со стакана почувствовал во рту приятный легкий вкус зеленого чая без сахара я счетю каждую нотку ну думаю пора начать нашу конференцию сразу вычеркнем из списка подозреваем футбольный клуб почему это их нет необходимость ворвать поверь я снова пил божественный чай не знаю они отморожены какие-то видимо футбольный клуб не только нам насолью знаете задумалась мне очень кажется что из нашего никто не мог украсть деньги нет нет нужды настало время тишины я время от времени попивал чай слушай я начал внимательно слушать настю почему бы нам не сходить на место преступления может там что-нибудь не найдет и вправду неплохая идея почему я сашу смог додуматься а личная идея весь план на наша операция может провалиться стоит задуматься насчет плана дома нужно составить план я буду обыскивать место буду быстро спине ты можешь постарожить не осторожить меня слишком банальный легкомысленный план а чтобы придумать план до мелочей нужно потратить очень много времени которого у нас нет так точно товарищ она глупо улыбала улыбнулась на настя случаем если кто-то подойдет к административному корпусу я думаю ты так знаешь что делать все пойдем быстрее нас могут опередить если остались наполовину заполнены чашки чая сам со стула я поставил на первоначальное место на все то же время убирала термос я будьте он на улицу среду за мной вышла настя привет что промышляйте пришла беда мотворяя ворота привет решили разгар наш подошел ко мне впад но и толкнула в бок привет любимая и криво превоскала на свой милый голосов катя не придавала ей никакое значение решили в футбол сходи поиграть умнее придумать не мог но я так и поняла сказала нас над к сарказом слова пожар просил передать если найдут деньги то знать обязательно ей они директрисе особенно сайт она сделана местоимение ей видимо знает догадалась или кто-то сказал ясно ладно не по своим делам пора удачи вам в футболе бросил напоследок пошел в сторону площади команда охотника выдвигается нас решил пробежаться она рванул сторону административного корпуса не отставай я побежал за ней минов пенеев мы добежали до административного корпуса говорю мне папа в детстве занимайся спортом полезно будет а я как дурак не послушал теперь страдает с этой одышкой я посмотрю на насть насть у нас спортсменка видимо не сильно напрягалась прибеги похвально из корпуса масса выходили вожатые комсомольцы у них видать собрание какое-то было вовремя мы подождаем пока этот поток выйдет из здания стя несколько минут не долгождать нам пришлось недолгождать нам пришлось поток закончился я осматривал здание на окнах первого этажа висели решетки что сожняла задачу смотря в окна можно бы увидеть гуляющих охранников комсомольцев и вожатых и тела не все вышли на и столкнули бок что такое я думаю стоит обойти зданием может какой-нибудь второй вход есть или окно окна закрыта решеткой ну а что поделаешь других вариантов нет пойдем мы начали ходить здание постепенно осматриваю его смотри она к запасе на открыто окно решетку вас или на аспирин понял принял я принял я принял завязательно случайно ударю с головок но у нас от веса мне под затыни к больно вообще-то ты что косячишь и цени и не одна к нам подошел к ним с другого таза бухальщик пришел что жалим здесь счет все-таки на статус вышел еще этого не хватало тебя ебет попрыгай и пройдет ты за словами среди до заебала завали до ебала я его завали и от рома меня ваним барановым увеличивать то как узнал что я тут недобро это уфс не знал мы меняюсь только пожать и кстати за принцессы рядом с тобой стоит что тебе надо тихо 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 он взял паузу так вот рома вереска тебе есть найдешь деньги хабар ему сдавать бога деньги себе прибрать хочет а им не раб чтобы на них работать ладно нет да именно балку не стоит заканчивать есть найду отдам к савчик бывает а бабки не у нас где там а току есть у других мы снова меняются по пожати ушел он также как и появился через кусты я надеюсь моим деньги не отдадим есть найдем то решим что с ними делать я начал заново забираться в окно загнув внутрь за не осмотрел интерьер настя толкал меня сзади чувство я смотрю чтоб то второго них не было это музыка мы залезли минуты так где мы можем где же могут хранить деньги на стиме пошла вперед меня я потяну его за рубашку дойдешь чё ты мне хватаешь я нашел кабинет директрисы я посмотрю на 2 ближнего кабинета надей была табличка кабинет директрисы давай заходи я на страже потихоньку иначе открывать дверь ужасно показалось что все в порядке и зашел в кабинет закрыв за свой дверь да здесь точно проводили собрание я рюкс обыскивает кабинет замечательным ним ничего не было за исключением множества бумаг мой взор упал на документ который стоять на столе где ближе заметил папку на которой было написано характеристики людей в пенелагере о интересно открыв папкой иначе просматривать каждое тасси обычные характеристики ничего особенно это интересно ясно на характеристики рома роман орлов почему нет ничего просто фамилия имя я стал рискать других чем футбольного клуба и жанны что за бред олег кузнецов одна фамилия имя основной пульса даже фотки нет уже она тоже самое думаю что она тут разговаривает полива и разваливать языком папку предварительно поставим на место и быстро начал из кабинет нас и я заметил красную резинку я подобрал я подобрал я что же делать что же делать попыха под начал искать место преступления окно открыть окно открыв окно и выпрыгнул в него последний момент за моей спиной скрипнула дверь удачное приземление я оказался там откуда мы начали свое приключение пронесу его поняли с колен я тряхну свою одежду ну как там марина вадима пришла не сразу как можно громче говорить вывод пожертвовал всем чем есть есть бы наши дали по шапке и все это ради какой-то резинки хотя другой стороны это отличный зацепка ладно потемните по дороге все расскажу там дерево вам в дерево влетел ну рассказывай я потом сказал увидим кабинет директрисы акцетировал внимательно характеристик футбольного куба и жанны очень странно задумалась очевидно что помогают возможно директор однозначно у них туз в рукаве ну я попыхах увидел красную резинку решил взять взять ее красная резинка это все равно ничего нам не дает не а если так красная резинка принадлежит кому-то из нашего отряда возможно это как так подумала стоит со всеми из нашего отряда поговорить может так и так и выясним чая резинка да неплохая идея когда на встречу шла роза мой за река увидел что у нее желтые резинки не подходят то прям вообще в открытый уши она пошел к нам посел грима умолась привет ты же не забыл наши встречи это я помню эти как делать и ты где была по делам хожу туда-сюда бегаю о может она помню кому принадлежит резинка суши у меня тебе дело и предложение эти скажем уже что за не так дайте бы смотри я под достал резинка притянул розе начала смотреть ее и ты не знаешь это резинка может быть может ты видел кого-нибудь девочки роз задумалась да точно может такая резинка да ну что за бред машине смог не могу вас ворвать деньги она ему хим тронет точно машина резинка утверждать не могу помню точно красная резинка кстати не мошка чтобы никто не переживал о том что она в лес пойдет интересно что он там собирается делать есть искала не нужно бежать она дала резинку ушла не попрощавшись и вынуждите покинуть почему же работал по не пойду лицо насти не веду счастлива не было интересно сказать загадку поймать преступника жалко что ты уже уходишь я туда обязательно поймаю вора удачные по кусике она ушла строну своего домика и вот и остался один буду в одиночестве разгадывать тайну я двинулся в сторону леса а не мы все равно это посмотрим да теперь остались я и мои мысли надеюсь на тимошник составит труда не все-таки мы это увидим солнце удавали вона из пионеров весь сок чтобы спастись от этого они прятались в тенек младшая драма без разницы не играть до гонятки если устает идут попить водички и садятся на лавочку даже под палящим солнцем планировка сменилась другим пейзажем если ну к музыкальному кружку может она уже вернулась стоит зайти где ближе подстучал несколько раз по двери от этого не последовало дернув ручкой окончательно убедился что маши нет в здании не прокатило ну ладно шеврец пройдя дальше иначе типа протоптан протоптанной тропинки как же при этом вдыхать чисто воздух наполненный ароматом растений затем поглубже чаще сразу ощутилась прохладой свежесть перед она расстилалась высокие кустарники тяжело придется передвигаться сквозь них идя по лесу слышу красивое пение соловьев неожиданность кусок вышел ваня баранов чё ты здесь забыл тебя волнует а дубки помощь нужно что прикалывается надо мне деньги нашел или нет нет еще в чем-то еще не нашел их потому что ищу и сейчас вовсе не дая него какого черного пассея появляется из на моей дороге преграждать путь и осозлиться что у меня запал чего ты взял ну ты розовенький пидор наверное и жалко руки готов мы полицину понадобить за его издевки тебе чё заняться нечем не зайти отсюда до свидания и он шел я вспомнил зачем пришел в лес стой крикнул ему спину но посмотри на мяч из плечо чё надо ты девушки никак у нее видео до видео моза и озеро гуляет рису есть озеро что-то маша вообще делает не подскажешь где-то возле находится на эти проведут так уж и быть кстати у нас футбол забит на вечер можешь играть как предстоятельство сажаться а если не сложится в лучшую сторону и у нас будет забив чик такой же у нас странный она чуть неизвестно мне сторону я пошел за ним в общем дальше пойдешь там будет озеро спасибо за сотрудничество все-таки что-то делал в лесу не твое дело сказал он после чего пошел обратно по той же тропе он хотя бы какой-нибудь полезное дело в жизни сделал я последую на наставление ванне озеро выйти на мусе заметил изумительную красоту абсолютно ровная поверхность воды остается недвижимость он на это лед а не вода нужно благодарить природу за это чудесное озеро в лесу порой природа удивляет такое безлюдным местом наверное это тайная комната мира заметив машу купающий в озере спрятался в кусты раздвину их я пытаюсь смотреть ее ну что голая впервые я видел девушку голой тем более такую застенчивую девушку я свою фигуру слепит мне глаза она как ангел спустившись с небес отчетно виднелась грудь которая нас царательно прятала от кого-то стояла на камнем в полуоборота скоро повернул спину я почва стала четко видно ее фирейную часть рассказы пухлые бедра пускайся ниже ниже она нагнулась через некоторое время на ровно стоял ко мне лицо внешне то есть тишину свой грудь у меня просто нет слов взглянув на место где она сложила одежда извините что ее красная резинка слишком большая чем которая имеется на данный момент резинка не то наша стал выходить из воды по ее тело стекает капли воды сон согревал и без забилось нежное тело стоп стоит сматываться как можно быстрее или как присядка и выходил на тропинку в одно и не споткнулся в корень и упал на землю приподнялся я гляну через кусты и место где последний раз видел машу заметил что она уже оделась я ускорился передо мной снова виднелась тропинка я встал и спокоен на чуть типа не никогда не видел таких русских пейзажей такие красивых коррепных не писать это эмоции словами стоять а кликнули меня сзади от неожиданности слабо дернул дернулся в лип и амин и развернулся плачок поди руки стоюсь до при века учета руки века усмехнулась опускай руки не нужно здесь клоунады мирно опустив руки потихоньку стал отходить а вот и резина синяя резинка вот красный вот синие то мыши слепая ниже что ты отходишь никак не выкрутиться ладно что ты хотела что ты делал лесу а что в лес нельзя сходить уже на несколько секунд она стала ступор я задал вопрос что ты делал лесу как раньше что я делал лесу нужно быстро и заканчивал к иначе маша придет сюда и может что-то заподозрить ну грибы сам забирал чё дело не классно ты посмотрел с нами не мешать и в руках корзинки я где-то ставил и забыл теперь еще серьезно спросила на сарказм слова отмазки закончилась я стал стопор и набрала за викой присмотреть заметил одну важную деталь улики две резинки и только одна красная которая схожа на нашу вторая же синяя погоди один твоя вторая ли красная резинка ты же по резинке одного цвета носишь упа века стала стопор замолчала я сегодня решил разные резинки поносить да серьезно перед разднил я ее и газа лет не нервничала это не твое дело какого пса ловля такова и мой корме не усмехнулся она развернулся пошел в сторону лагеря вот и главный подозреваемый все стало на свои места стоит быстрее идти отсюда маш может догнать я оскорю тем тем самым догнав вику а после вообще обогнал я посмотрел через плечо мне улыбнулся я лице привезла гримасу и потом и к резинку подкидывать так раз пройдя на скаре кухне заметил что маша сидит на лавочке девочка которая недавно видел голос сидит на лавочке честно говоря хотя бы я еще сгибать на это интерес как она оказалась на месте быстрее меня наверное на короткий путь знает кстати что то я не вижу двух клоунов где они шатаются я зашел на территорию площади но быстро думался остановился за деревом на площади расстелались пионеры которые занимаются уборкой лица пенера выглядят мягко говоря не очень заспаны уставшие они через силу подметали площадь некоторые филонеры стояли в теньке попивая водицу из бутылки в оттопе находилась и настя что активнее других трясла метлое поднимал вокруг себя столпы пыли а вага этого страйба то виднелось вожатая что готова седают теньки откидывая приказы сразу видно лицо отряда аж стыдно становится все работа она сидит нас и подметая заметил меня продолжим продолжает делать свою работу она подходил ко мне все ближе и ближе вот так и скрытил наш дистанция вплоть до одного метра я вижу ты трудишься в поте лица данную там марина владеевна выловил меня пришлось работать это чтобы я не любил работать но хотел заняться немного другими делами как стать у тебя успехи идут я нашел вора это же это возможно вика нас удивилась ладно если это были бы саша единиц на них и никак не рассчитывал если нас воровал то не было нужно нужно правда она не созналась что своровала окончательно сюда будет если на признается содеянным в один один стал подходить к нам но не заметила нас я наш потихоньку отходить назад а насти наоборот подходил к марина владимировне и как раз от пометку отрещал свою мелодию станки горн созывающий голодную пионеры пионерию с площади марина владимирова проинформирование что работа окончена живот урчал показа что сильно хочет кушать ну величайшего не проигнеры уж как и всегда ствол наполнялся комманом ребятни гуманом ребятни мне кажется здесь никогда не было тихо даже ночью можно даже проверить ради интереса на проектовение уже есть да и вряд ли охраняет хотя зачем детство одном месте заиграла взял свежеприготовленный обед и оплюхнулся на пустующее место подведем итог нашего детективного дела но я улика можно установить что похитителем была девушка она умела проник она умела проникла административный корпус значит что телосложение должно быть как у кошки ну как пить дать века тут указывают многие факты века грациозно сама по себе является девушкой очевидно резинка такая же правда зачем есть понадобится рублей тем более зачем прибегать таким радикальным методом может быть очередной шалость вряд ли даже отбитых хулиган не стал бы воровать деньги у государства максимум это с малолетки получил бы шантаж возможно учитывать что она могла перейти дорогу чтобы не что чтобы не было но нужно будет поговорить с глаз на глаз без ее дружков пирожков если учитывая что она может и 1 гулять туда пред подловить и нетрудно будет и да надо как-то отцепить и отцепиться от футболистов не организация вредит лагерь больше чем помогает уберут они берут и не те хулиган а сами кем будут не закрадется или тушенка гордыня то заведется как душа как гордыня этот момент нам напоминает болид боливию 19 века где один режим менялся на другое на классе приходили новые диктаторы называешь себя революционерами история фундамент нашей жизни второй отряд все на площадь из-за размышления выбил тонкий пронзительный голос катя я поглядя на свой обед и понял что только суп успел пахнуть который так и был не талантом отдавая пара не пропадать же добро наспех сев пюре я закинул котлета в рот и до жопы я поднес в переемник выходя из столовой я смотрю помещение нигде не было видно гришу настю и может быть они уже на площади а настя в лесу играет на фрейте я ушел столовой даже на улицах не было спокойно шагом двигаться в площади месяц наблюдать за сборщик сборщик пионеров которых начаться на площадь чтобы не опоздать пора находилась стороны в стоп заведя руки за спину эдакий командир вопрос зачем мы сюда загнали посмотреть на мажатую как я это могу и не только на почте сделать что пропаде все 0 внимание аска блин а меня повернул гол будет дописать знает сейчас чего-то другая становилась рада что все сборе кроме наши друзей товарищи теперь о баранах точнее крестятых тихих новодинка то что раздобыл и кого судить будем строй башу строю прошел молчок даже шепота не было чего это так и перед вожатые которые смотрят весь на все сквозь пальцы никто что же сразу странным надеюсь вы не утомились за день все продолжали молчать важен из всех сверила командирским взглядом такая ответственная я лишь пожал плечами не знаю то ли хочешь подняться в глазах у всех то ли эта ситуация настолько серьезно что директрисы муж штровала их как последних золото погонников золото погонников хорошо сыграем одну хорошую игру назову ее повешенная буратино повешено будет задние дыберут по и переднюю за ноги его тряхивают через пять минут меняетесь и так до тех пор пока их тут не сознается все что выпало из кармана зеркальца помадки мелом это ваша электроника доход гелевая спичка это я конфликсую верну когда сочну нужны на вас уже нас уже как вы говорите стуканули я просто хочу чтобы вор сам вышел если у него остались хотя бы капли совести стуканули футбольный клуб тип твои налево припаять яйцем лица тупиковым симбри по кого дело набирать неожиданно оборот во первых ты с ними сейчас будет роза во вторых она унижает весь отряд перед другим который пялиться на нас или проходит мимо я не понимаю как минуточка девочка ком быть мы живем к посмотрю на меня как-то бьявола слона дурочку да мне все равно будет вам урок как воровать государственные деньги я единственный кто знает правду все зависит от того за расскажу ли я про вику или нет сейчас может случиться то что испорт многие впечатления может где жить я посмотрю на веку я лица виднего засада глаза стали словно стеклянами по красным целился под пожар как-то выжидаешься на тело на меня походы слишком долго перес на его ты что-то знаешь после чего приблизиться ко мне как выкладывай что у тебя там кем бы она не была 0 лига вы из нее хороший меня ничего я пытался и неспокойственно начал ощущать что выгляжу как века еще мне-то переживать не сдумают таивать если ты как-то в этом замешан то лучше признайся за это не бьют а газы в ебу закрашивать под учет поставить и хорошее будущее будет под сомнением у нас конечно же в государстве дороге есть всем кремом вора даже по святой земле его соли вы пройдешь без нареканий это важнее для меня народ или и народ я или же вика с ее дружками и все же все же за девку хоть она и мне не родная всего лишь чаем угощала а пока переживаю за ее будущее которое вред меня будет касаться как тут не было думаю что под свою щечку я точно сужу ясно с произведением поглядев на меня она вернулась на то место где стояла тогда начинаем игру вы меня достали все посмотрели друг на друга странно неожиданно на моих ногах засветились чьи-то руки мама я права когда я характеризовал данный организм одним словом дегенерат роза может не надо ты маленькая крупка ситуация дурацкая оцепись вреза вика с ноги сзади стоящим парню все она не выдержу я украла их я но я своровал своровала 20 рублей не они сто лицовых и выглядел испуганным она оглядывалась на весь отряд маленько махнул рукой знак прекращения данной издевательства затем сложил руки на груди 20 значит мажор подошла ближе к испуганной веке пальцем по него подбородок и вы поклядите я не удивлена даже бред как дышит причем дышит часто а 80 куда делись улетели ты хочешь что это чип и отвечать тебе за это меня это не волнует ты украл деньги в этом вся суть а сто или не сто это разбираться буду не я викна снова в ужасе оглядела огляделась на весь отряд взгляд читал злость и не перебивая друг друга начи осыпать ее всяческими оскорблениями чертовая воровка когда мы тут чуть-чуть изителя не опозорились пение она не должна быть с нами и к 30 через нервно качал головой когда глаза наполнить и замериться приобрела не лучше она стингер убежал с площади ничего пути каменица поговорю с ней наедине а теперь расходимся скоро кину крутить будут когда были старые которые не больно из вот эти новые персонажи стороны более-менее не как спокойно отреагировал а тут как здесь жалко и и ну реально бред хуль 20 плей ладно понятно 20 рублей в ссср и мощные копейки вот 80 куда делся ты точно вопрос куда они делись топа начал видеть и вскоре рассосалась я сидел на лавке и стрелял глазами голубое небо смотри что-то там вот смотрит пролетит вот птица а вот и мордочка розы точнее мордочка то расчериться на меня с лысой ухмылкой с листьями ухмылкой ну что пошли не слушая ответы она почему меня за рукава это за памятью возле люк из которой мы чая вырезали валялись полно полуразмерный фонарь выкидной ножки из откуда всю достал даже знать не желаю если таковы мы сейчас визит катакомбы суши суши с меня и не отходишь ни на шар когда вернемся живым мороженое за мой счет пойдет вот и славно ты готов пример я отцелить абсолютировал сдерживать успех всегда готов забавная маленькая командует рот за закринял прагматичное лицо пошли для маленького не какой-то размер очень большой чистотки бред крикуху паучу ряда пафос отварим от их ногой люк она полезла вниз я взял все вещи поспешу за ней несмотря на ход катаком бы не были сырыми не ощущалось влажность воздуха да и поверхность базы залита водой даже если бы так и было то вряд ли бы роза пусть его пусть и в этот момент чем к такому пошли не помню не отходя ни на шаг я шел рядом с розой подсвечивать темные коридоры если честно не помню чем чем приколы т.б. к такому реально не помню я помню такого момента в общем чё я тебе позвала про задумалась вспомню пока мы будем идти я тебе скажу одну историю можно сказать она заставляет грустить библиотеку шиньте слать меня ой мать история ну давай роза про и прочистил горло вот назад сюда приехал одна японка золот мику а фамилию забыла да ёб твою на него имеет так блин жалко и обретут еще вред напоминания заебись мента не было на смене и я знаю историю суз пионеров и мамы так вот приехал японкой сажи и обклеив вниманием с ней носились как дураки списан списаны торбой хорошо хоть спать не ложились рядом так вот я закатил глаза так вот как так вот ближе к сути так потом приехал один молодой такой весь красивый и беспечный как подросток девки готовы были хоть душу дьявол продать лишь бы хоть попить с ним чайку мне кожи было все равно на ней было немногочисленный музыкальный коп состоящий из пары человек она была рыжей забиякой нет и на смене не увидишь то есть она уже взрослая вторая так маша маша вот что эти сказать год назад здесь была маша она была мисс них вот это одного села знал называется хера себе блин новый год пришел на за вот это честно скажу вот что-то я новое познаю если честно я не помню я ни разу не было ни меня не было ни разу такое короче говоря получается что наша знает историю с нику она знает ее смерть может сказать я честно скажу месяц холодок пошел мне руки не сетела трясется просто такой неожидан повороты месяца трясет так вот игра сделал как-то этому вожатому парень вожатому пареньков взглянет миху затем как говорят одна из девушек с отряда мику было ее в лес и потом они пропали а пари забегает призрак то японки это уже славя что за школьная ерунда ага призрак а собака без басквери тут сучим захаживать мой желат прилетел кулачок куда бы не сильным скорее не эффект играл чем на силу я не вру да и в истории это узнал после того как сюда в первый раз спустилась за книжкой вот помню спускается взяла книжку решила ради интерес пройтись идут перед носилой заметь заметь замаячу и главную лицо лица не видно просто темно сила девушка которая что-то непонятно поднес подносили питала потом когда голосе это повернулась мне что он не пришел шок все приближался в рывками хорошо что вовремя среагирует коридор стал был моей могилой с тобой объясни мне мелкая уебать я чувствую как пиздец вообще мне уже трюс не уши холодно стану это выческа будто рядом с мной причем блин кому-то мертвый миг в виде призрака пости рядов холоды такой постепенно чем дальше мы пробирать год тем больше становилось не по себе раз вообще шла как заведенная движением были скованы сону солдатика ну и страсти ты говоришь типа писать кошмары я забота поход и по макушке а что ты хоть что ты хочешь это экспедиции добыться добиться призраку морда решила набить раз хихик за хихик а затем поняла что-то земли рекомендуется сохранить как бы у меня тут роды вики а тут какой-то момент сэкшеном каким-то вот тут я и флипла она поняла земли книжку вид у нее пункт века по трёпу все было в пыли ой бля только не ты пожалуйста дай мне еще пожить мы тебя спрят и мы тебя спасем все самые самые по японски холодно холодно это два слова сковаривая тело они раздаваются эхо в узком пространстве руки начали дрожать и я боялся шевельнуться даже от того чтобы почесать мою ногу ой даже голову повернуть боялся животный страх все что я бог смог это лишь похрипеть это она боковой земли ловит его кросс вот это мы блять в гипре зря сюда пришли вот пиздец я взял розу на ноги побежал с них в ту сторону лестнице в то же время не подсвечивал фонарем фонарем путь прямая входа нас догоняет черт лизнице не видно я в топе как только мог выжимался возможно лощадей боем организме настолько выжимал что не успел во время затормозить прибежал другое отлетение подземного полу прохода угодили мы какие-то шахты скоро добежат до развилки черт появится тут скорее она уже не под на подходе не разуме влетел влево поворот и роза прижал поплотнее ко мне словно котеночек я прижал и синий прибавил скорости неся слопнула коматики бежал грубый сути нога пошла по шпалом звуку бег отражался нарезать что дала ощущение потом пометил поезд мы увидели коридор по стенку то про простираясь провода может быть там будет путь на свободу приедет огромный стоим и добежать до двери потолке вовремя вдавь тормозам в пол я кину туда роза приложил много сил потом оттолкнулся от стены оказался не выше было время дышаться я просел и урядно находясь стены называется что что это такое как у вас почему у меня во втором не помню что там было все так не все нормально а тут какой-то жопа происходит так прийтишь и согласился прийти в точно спал и похуй на это все равно болеть на за рутлику выйду фу гулять могу заметить что призывки не летают говорил я перебивая дыхание что ты легкой как цыпленок иначе капец нам стал на столбах девочки неподвижность ее на полу держа книжку в руках и у глаза были на кругом будто бы вот вот выпадут и очнись глаза до провести работоспособность я проводил ладони перед ее глазами она не отвечала лишь ты делал не моргая кажется всем поплыва я не скоплю как бы еще с маленькой где этот сморик запустим чем прикол почему я замолчал какого хуя вот это делает здесь вниз понимая почему ты сказал мир в этом в контексте надо было доказаться что какая-то же произойдет еще отсидишь из дома я всем мелкую на руки понес пока рядом запрошенного бункера ситуация полный пиздец как бы не подумал что здесь под нами будет призрак и тесно она рожана влазит потому что если это так то мстители призрак страшнее атомной бомбы будет атомной войны будет да и догнать у нас она нас может есть мы побыстрее не выберемся почему ты не испугался тихо еле слышно по 2 голос роза когда выберемся расскажу ты главное успокойся уж постараюсь я прижал эту зачишку к себе расскажи мне что-нибудь учете рассказать что-нибудь интересное можешь про этот тоннель рассказать . немного помолчала это не построили как бы мы убежище чтобы в случае войны здесь можно было бы укрыться от бомб правда потом многие перенесли и выбери проход под библиотекой из агенты но говорят что произошли какие-то толчки и туннель обладился некоторых местах это лаги хранит немало секретов не удивлюсь здесь завтра узнаю что маленько агентки как бы от уверена что здесь нет системы безопасности ну например турели работать на импульса или какие-то нибудь ловушки вряд ли она плача головой даже бомбе убежища не военный бункер вижу что ты уже отошла ростки ность пряту лицо в мою рубашку ведет себя как маленький ребенок . окажется можно события в лагере что сказать особо не с кем дружу кому интересно будет послушать про коммунистическое будущее также помогаем мам мамане ты с ней уже знаком надеюсь так ведь а то она фельдшер и там помогаю расставить коробки или следить за пациентами уже многом научилась моя ты умница погладя бы твою ясно голода руки сзади ты сзади ходить можешь раз помолчал немного алло не то пози я спустил ее на землю дальше мы пошли пешку и меня мужу сразу то просто уже читать дальше этот момент страшно просто счастьем это близко поворот который вывел нас на то место где находилась лестница по которому сюда и спускались радость добрались я настояние значительно поднялась надеюсь никто не заметил наш пропажу полезно я чем быстрее тем лучше прикрыл глаза полез на свобода радостях ступеньки править пролетая быстро перед глазами от откуда появились силы открыв и вылез виновьер с этим ударя по глазам выбросить чертова подземелья я помог рози выбраться оттуда и за ее спиной в самом низу лестнице видео того призрака она смотрела на нас не скрываем и злостью я лопнулся от уха до лук и показали же с рукой по локоть залогу тебе петра великого не нас крикнул я вниз а это дело что она не стоит было вылезать посреди площадь где был вполне себе прилично количество пионеров хотя уже дело как вечер ушло кстати количество пионеров на насмотреть все словно на пришельцев ну да то что я проорал сейчас было лишним но было бы на радостях я и роза тащит память к генда никто пенируется также косились на нас это принципе логично не каждый девочка 47 твой за спорим который старше ее на три года из каких-то тоннели так еще и парень какой-то псих темноток говорит наконец-то можно расслабиться я как понял некую мику не узнала диму прям честно она его не узнала потому что она бы вместо того чтобы сказать зря вы пришли сюда она бы сказал другое значит она его не узнал как только подойти поближе она его узнает и такой степени что ноги ноги ныли от того что я пробежал так много да еще и с девочкой на руках нам еще повезло что выбрать живыми хорошо что правильно пробит побежал я моментально представил что могло бы быть если бы мы побежали по тому пути да уже думать об этом не хочу ладно я пойду к маме очень сильно стало до завтра роза лобнулась мне бы сша вам ушла пусть я несколько минут то поначали дети скоро рассосалась если я на лавке стрел глазами голубой не смотрю что-то там я я так лучше это пиздец и ладно я на этом стараюсь я спозил на просмотр подписан на канадца мясной аварии это был бесконечный этому под названием а вот и объятия рут и